Приветствую вас! Отвечая на ваш вопрос грубо, хочется сказать, что молодой человек, находясь с вами, испытывает те же чувства, те же эмоции, что и в детстве. И это совершенно не означает того факта, что вы заставляете его чувствовать себя ребенком, нет, просто в силу ассоциаций и в силу интуиции, здесь интуиция понимается как принятие целого на основе части этого целого, да, то есть мы видим часть целого и на основании его воссоздаем всю картину. Так вот, ваш молодой человек делает именно это. То есть на основании своей интуиции мужчина, собственно говоря, воссоздает то, что с ним происходило в детстве. И, пожалуй, что бы это ни было, как я понял, ему это не очень приятно, и что бы это ни было, что бы это ни было, что бы это ни значило, это не ваша проблема. Почему? Дело в том, что это мужчина проецирует то, что было с ним в детстве, на вас. Это мужчина видит что-то общее в том, что происходит между ним и вами с детством, но это совершенно не означает, во-первых, истинности подобного свистения, а во-вторых, это совершенно не означает, что вы виноваты в том, что так произошло. Вообще говоря, вы, скорее всего, не виноваты ни в чем. Наверное, вы, в принципе, не можете быть виноваты в том, что происходит. Ведь вы ведете себя естественно, вы ведете себя так, как вам подсказывает ваша интуиция, ваше желание, ваша привычная модель поведения и так далее. А то, что мужчина воспринимает это как что-то связанное с детством, это его проблема. И по-хорошему вам нужно сказать ему примерно так. Ну, ты знаешь, если ты со мной чувствуешь себя ребенком, то есть как в детстве, то я думаю, тебе надо обратиться к психологу, чтобы проработать свои детские травмы. Потому что, ну, нельзя с мужчиной чувствовать себя, ну, точнее, ошибся я, нельзя с женщиной чувствовать себя ребенком. Это дистрибитирует мужчину. Исключение, пожалуйста, составляет только те случаи, когда самой женщине нравится, что ее мужчина чувствует себя ребенком. Ей нравится такая роль мужчины. Но это зависит от желания женщины. Если у вас такого желания нет, то подобные ощущения мужчины вам только мешают. И вот именно в этом контексте, в этом аспекте, вам, я полагаю, иную надействуют. Теперь, говоря немножечко в более широком смысле, давайте попробуем посмотреть на то, что происходит между вами. В более широком смысле ситуация такова, что молодой человек не чувствует себя с вами мужчиной. То есть вы здесь либо его как-то подавляете, например, Либо он сам ощущает свою неспособность выступать полноценным партнером в отношениях с вами. Хорошо это или плохо, а на самом деле не так важно, потому что кому-то это может нравиться, кому-то это может не нравиться. Вот мужчине, судя по всему, это не очень нравится. И он поэтому вам говорит об этом. Ну то есть из вашего текста вытекает то, что ему не нравится, что он чувствует себя с вами ребенком. И это скорее всего означает, что вы его подавляете. А сломано или нет, но вы его подавляете. И чтобы он перестал чувствовать себя ребенком, нужно давать ему больше свободы и, собственно, больше возможности что-либо делать. Ну, в отношении вас, в отношении того, что вы вместе делаете и так далее. То есть если все зависит исключительно от вашего желания. Вот как и чего вы хотите, так и нужно, собственно говоря, поступать. Понимаете? Вот, в принципе, доступ можно сказать непосредственно по вашему вопросу. Но вы ему во встречах отказали. Вы отказали мужчине в том, чтобы встречаться с ним. И тогда, если вы отказали ему, то возникает вообще-то, на мой взгляд, ну, такой логичный вопрос. Я надеюсь, что логичный вопрос. А если вы отказали ему во встречах, то зачем вы спрашиваете по поводу его поведения? Вы отказали ему из-за того, что он чувствовал себя ребенком, и вам это не нравилось, и вы из-за этого не могли чувствовать себя женщиной. Вы надеетесь, что если поймете, почему он чувствует себя ребенком, то вы сможете как-то свое поведение подкорректировать, осуществить себя женщиной рядом с ним, и тем самым возобновить отношения. Если это так, если то, что я сказал действительно так, то это хорошо, тогда действительно вы можете понять, что движет мужчиной, скорректировать немного свое поведение, и тем самым дать ему проявить себя в большей, в лучшей степени, тем самым возобновить ваши отношения. Ну или здесь, наверное, правильно будет сказать не возобновить, а реанимировать, наверное, так, правильно будет реанимировать ваши отношения. Если это так, то хорошо. Если вы интересуетесь просто из любопытства, то тогда я вам могу сказать примерно следующее. Что, пожалуй, любой мужчина, если он не очень хорошо, не очень сильно уверен в себе, при наличии у него женщины, которая его подавляет, будет чувствовать себя в позиции ребенка. То есть, по сути, в позиции, когда от него ничего не зависит. И связано это напрямую с тем, что сама женщина, осознанно или нет, мужчина такого или подавляет, или подчиняется опять себе же. И тогда этой женщине, которая поступает так, если не осознанно она это делает, необходимо корректировать свое поведение, приводить его к общему знаменательной системе, что она хочет получать от отношений с мужчинами и работать именно в этом направлении. То есть, если, например, женщина хочет, чтобы мужчина чувствовал себя с ней более, так сказать, мужественно, чтобы он не чувствовал себя ребенком, то женщине, соответственно, нужно давать большую свободу мужчине. А для того, чтобы давать большую свободу мужчине, нужно уметь проявлять слабость. Если женщина слабость проявлять не привыкла по той или иной причине, то этому нужно учиться. Вот так просто начать проявлять слабость у вас и у кого бы то ни было другого, на самом деле не получится, к сожалению. Этому нужно учиться. И для того, чтобы этому научиться, чтобы начать учиться, необходимо ответить на главный вопрос. А как так получилось, что вы, ну, в частности вы, да, вот вы задаете вопрос, как так получилось, что вы, ну, скажем так, не проявляете себя слабым? Не проявляете свои слабости, а проявляете только свои сильные стороны. Как так получилось? Что заставило вас поступать именно так? Если будут понятны причины этого, то, я думаю, что мой сам будет и определить, как от этого лучше с базой. Потому что определенно это защитная реакция, это элемент защитного механизма. И он, к сожалению, деструктивен. Если вы хотите изменить свои отношения, то вы хотите изменить ваши отношения с молодыми людьми вообще, то и механизмы вашего поведения желательно менять. И менять их желательно в сторону мягкости, в сторону большего проявления слабости. То есть чей-то такого вот классического женского поведения. Опять-таки, если вы этого хотите. Если у вас нет такого желания, то и делать, соответственно, это не нужно. Потому что, если вы будете это делать против своей воли, то ничего хорошего, к сожалению, из этого не получится. Вот так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Постараемся разобрать их, ваши вопросы. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует...